Всем привет, с вами Каролина, и добро пожаловать в новое видео. И сегодня мы с вами поговорим о прослушивании от компании Bio Entertainment. Возможно, вы о них слышали, возможно, они будут для вас такой вот новой, интересной компанией. И да, если что, то у них уже есть группа, которую вы вполне можете послушать, посмотреть на этих прекрасных девочек, чтобы ознакомиться с творчеством компании. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, будете ли вы участвовать в данном прослушивании, и также знали ли вы ранее об этой компании. Ну и, конечно же, я вас всех очень сильно люблю. Ну и также подписывайтесь на мои социальные сети, там тоже множечко всего интересненького. Ну а мы начинаем. Вот это прослушивание, мне кажется, многих порадует, просто потому, что здесь очень интересные ограничения по возрасту. От 14 до 22 лет. Вау, неужели у нас наконец-то хоть где-то ограничение по возрасту идет выше, чем 18? Потому что можно уже даже немножечко устать от этого, что все компании стали какие-то одинаковые в плане выбора по возрасту. А тут 22 года, так что у большего количества из вас есть шанс. Кто может участвовать? Национальность, пол и все остальное не имеют никакого значения. Также участвовать в прослушивании можно 24 на 7, то есть вы можете отправить заявку в любое время. И сразу же мне хочется уточнить, потому что я часто встречаю вопрос, связанный с тем, что а будут ли прослушивания там, например, в следующем году, через год, через два года? Этого никто не знает. Мы даже не знаем, будут ли существовать какие-то компании, например, через год, потому что... Но эта индустрия довольно-таки суровая. И к чему они придут за год своей деятельности? Неизвестно. Будут ли они проводить дальше прослушивания? Неизвестно. Даже если это очень крупные компании, все равно никакой точной информации на столь далекий период у них никогда нет. Поэтому единственный вариант – это просто ждать, либо же участвовать уже прямо сейчас, просто потому что вы теряете не просто время, но и возможный опыт, потому что, да, участие в прослушиваниях тоже дает вам определенный опыт, и лучше его не упускать. Какие же есть категории для прослушивания? Это, конечно же, вокал, рэп, танцы, автор текстов и продюсер. Что вам необходимо отправить? Одно вокальное видео, одно танцевальное видео, также ваши фотографии, не обработанные обязательно, так скажем, верхней половины тела и в полный рост, конечно же. Вам обязательно носить одежду, которая сидит на вас по фигуре, то есть это не что-то такое вот максимально широкое, как вот некоторые, например, любят надевать такие вот балахоны, прям не от балахоны, вам для прослушивания не подходит, они хотят видеть вашу фигуру, вне зависимости от того, мальчик вы или девочка. Также, что вам необходимо будет сделать? Это, конечно же, заполнить на сайте анкету. Как всегда, ссылочка есть в описании под видео. И также прикрепить ссылки на свои видеоролики и свои фотографии. Пожалуйста, загрузите одно вокальное и одно танцевальное видео на YouTube и укажите ссылку в анкете. Пожалуйста, загрузите свои неотредактированные фотографии в верхней части тела и фотографии в полный рост на файлообменник, либо же в социальные сети и оставьте на них ссылку. Подтверждение будет отправлено индивидуальным кандидатам, которые прошли прослушивание. Ну и, конечно же, сама максимально простая анкета, где, опять же, выбор категории вашего имени, возраста, гражданство вашего роста, веса электронной почты, также ваш номер телефона. При этом, если вы не из Кореи, то вам обязательно указывать правильно с кодом страны своей. Также вы указываете свой адрес, учитесь ли вы где-то, также это разрешение ваших родителей, если вам нет 13 лет. Знаете ли вы какие-либо языки и на каком уровне? Также ваш опыт, есть ли у вас какое-то хобби? То есть, например, если вы занимаетесь вокалом, либо же танцами, то вам придется указать информацию касательно того, сколько вы этим занимаетесь. Также это ссылки на ваши социальные сети, абсолютно любые, включая, например, канал на YouTube, если вы вдруг снимаете какие-то каверы или что-то в этом духе. Ну и, как было сказано выше, чтобы отправить им свои фотографии, вам придется загрузить их либо на файл обмен, либо же просто скинуть ссылочку на фотографии в своих социальных сетях. Также ваши ссылки на видео, также ваши согласия со сбором ваших персональных данных, то, что вы предоставляете им разрешение, и компания может использовать их и так далее и тому подобное. Форма довольно-таки стандартная, что вы, да, действительно добровольно даете свое разрешение на использование компании, ваших данных, на то, что они могут там, например, посмотреть ваше видео, использовать их как-то в своих интересах, потому что что-либо показывая компании, то есть отправляя что-либо в компанию, вы автоматически всегда соглашаетесь с тем, что они, например, могут опубликовать это где-то в своих социальных сетях. Да, они могут это сделать. Просто потому, что после отправки вашей заявки, вашего видео, это видео принадлежит компании, а не вам уже. Так что какие-то вот такие вот дела. Ну и, конечно же, внизу вы там нажмете кнопочку отправить, по-моему, и все, ваша заявочка полетит в компанию. И да, если вы вдруг не хотите, чтобы кто-то, кроме представителей компании, видел вашу заявку, то вы всегда можете загружать видео на YouTube с доступом по ссылке. И тогда, кроме вас и компании, никто этого видео не увидит. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, будете ли вы принимать участие в данном прослушивании. Ну, а я вас всех очень сильно люблю. 다음 시간에 만나요. 여러분, 안녕. 고맙습니다. Субтитры сделал DimaTorzok